Сегодня принято без преувеличения историческое решение. Мы приняли решение о проведении референдума, в первую очередь, по двум ключевым вопросам. Принципиальным вопросом и не пытаясь их завуалировать, не пытаясь их спрятать какую-то заумную фразу, чтобы люди не поняли вообще, что они выбрали. Поэтому в итоге была выбрана форма простая и вы за то, чтобы автономная республика Крым входила в состав России или за то, чтобы автономная республика Крым получила полномочия 1992 года и оставалась в составе Украины. Два вопроса ключевых. Это результат нашей работы с избирателями, результат общения в горячей линии. Но встал еще один вопрос, очень важный. Ведь когда мы говорим о вступлении в состав Российской Федерации как субъект, то возникает вопрос, а Россия сама вообще к этому готова? То есть где, так сказать, и было же уже, то же самое было в 1992 году. Нас тоже, мы же не голосовали, слово «Украина» в референдуме не звучало. Мы должны были стать участниками союзного договора, а не более. Все, нас тогда бросили. Мы стали частью Украины. И тремя решениями Верховной Рады мы лишили всех полномочий, так сказать. Поэтому где гарантии, что мы туда идем, а нам скажут, обожидите, мы вообще-то не... Поэтому мы первым пунктом приняли решение о вступлении в состав Российской Федерации как субъекта, так сказать. А дальше решение Государственной Думы Совета Федерации Президента России о судьбе нашего постановления. Если они примут решение о начале процедуры, значит, тогда люди могут за это голосовать на референдуме. То есть тогда они будут понимать, что это реально. Со стороны новой власти мы не видим никакого ни конструктива, ни диалога. Все диалог, любой диалог они используют, используют как затяжку времени для того, чтобы применять какие-то решения. Одно экстремальное, другого, мягко говоря. Последнее вчерашнее решение о задержании меня и Аксенова, и о, так сказать, присоединении Украины к НАТО. Разве человек в здравом уме, политик, который понимает, в каком состоянии находится страна, воспаленном, он будет так чирками спичкать? Разве проблема Крыма это что? Проблема Константинова или проблема Аксенова? Вы нас уберете, вы можете с нами сделать все, что угодно. Здесь появятся другие. Их улица приведет. Мы еще люди, с которыми можно разговаривать, с которыми можно договариваться. И мы еще управляем процессом. Но была такая ситуация, когда мы могли, процесс мог выйти вообще из-под контроля. Нам удалось убедить крымчан, что мы в состоянии решать их проблемы, что мы не собираемся их предавать. И только после того, как они поняли, что мы реально не собираемся их предавать, они нам поверили, они нас сегодня слушают. Поэтому это не проблема. Но понятно, что эта команда, она не собирается ничего конструктивного делать. Ей нечего нам предложить. Понимаете, у них же проблема тут другая. У них проблема серьезная с легитимизацией власти. Вот пусть они свои проблемы решат, пусть решат проблему в Киеве, наведут порядок в этом красивом городе, который мы крымчане все любим. Уберут этот партизанский отряд неизвестного происхождения, чтобы люди там начали улыбаться, ходить по улицам, не прятаться, так сказать. Крымчане все вывозят свои семьи из Киева. И проблема сюда вывезти, потому что с крымскими номерами проехать на дорогах становится небезопасно. Что нам делать крымчанам остается? Мы держим здесь оборону, мы не сдадимся. Мы сразу заявили свою позицию. Мы людей не бросим. Им хотелось бы, чтобы мы бросили людей, как некоторые продажные политики, которые считают, что их избирают только для того, чтобы они свои интересы лоббировали. А когда горячо, то можно отойти в сторону, договориться с новой властью. Шуры-муры и опять все по новой. А люди опять по танку. Но мы говорим, мы совершенно другие. Владимир Владимирович, все-таки проясните, этот пункт, он означает, что в эту минуту после принятия решения Крым уже не является частью Украины? Да, да, если эта процедура, она не одномоментная, Государственная Дума и Совет Федерации, и президент должны принять решение о начале процедуры. Но мы опираемся вообще, у нас проведен уже референдум есть. У нас проведены, он закон, его никто не отменил. Он был проведен с участием международных посредников. Я тут с ними недавно общался, и они говорили, вот на каком этапе вы готовы остановиться, какая вам нужна гарантия. Я говорю, а нам от вас уже никаких гарантий не надо. Вы не выполняете ни одного слова. Мы верим России, но вам мы не верим. Вы, Янукович, что сделали с его протоколом? Почему вы его не выдержали? Это же были ваши гарантии. Почему вы не выдержали гарантии по автономии, которые были в 92-м году с вашим участием? И гарантия в том, что все вопросы, которые проголосованы будут, и пункты Конституции будут соблюдены. Это ничего не было сделано. Почему КАВП, почему на две недели раньше? Потому что ситуация так, мы не торопимся, мы пытаемся отразить те настроения, которые происходят в обществе, у людей. У них неопределенность и страх. Мы должны им дать уверенность и показать четкий выход. Мы же политически ответственные люди. Мы же приходим сюда не сидеть и не думать. У нас колоссальный груз политической ответственности. Мы его должны, так сказать, принять. А если они придут зато на работу, у них нет ни спикера, ни премьера, что им делать людям? Заводить с улицы тогда людей. И что тогда это будет? Поэтому мы должны пройти тот путь, который мы должны пройти. Двое суток работают юристы, правоведы в условиях экстремальных. А у нас в условиях экстремальных, в условиях незаконной власти в Киеве, которая непризнанная, нелегитимная. В условиях угрозы жизни крымчанам, физической угрозы жизни крымчанам, в условиях колоссальной дестабилизации мы приняли ответственное решение. И такие решения в мировой практике существуют. Я вам хочу напомнить, что решение о создании государства Украины принимал сначала парламент, а потом референдум. Владимир Андреевич, вы ожидаете, возможно, силовой, например? Послушайте, мы от них ничего хорошего не ждем. Эти люди, все, что они могут сделать, они вам уже продемонстрировали. Вы можете собрать фильмы о них, смотреть сериалы, теперь уже можно смотреть. Поэтому ничего хорошего от них не ждут. Владимир Андреевич, вы сегодня перенесли визит в Москву. Когда вы планируете направиться в Москву? И есть ли у вас контакты с представителями Евросоюза и ОБСЕ? Вы знаете, мы ведем очень искренний диалог с россиянами. Мы не общались ни с кем на самом верху, я говорю это абсолютно искренне, абсолютно, так сказать, открыто. Мы ведем диалог с крымчанами. Нам важно было понять, чего они хотят. На что у нас есть мандат. Вот на это у нас есть мандат крымчан. Основное слово должны сказать они. Поэтому мы знаем их поддержку в этом вопросе. Эти вопросы включались по их настоятельному требованию. Для того, чтобы люди не выбирали между непонятным, так сказать, прошлым и еще более неясным будущим. И чтобы референдум не дал еще больше вопросов, чем ответов. А планируете вы посетить Москву в ближайшее время? Ну, безусловно, безусловно. Нам же важна реакция. Мы хотим, так сказать, вот теперь уже сказать, мы свою позицию сформировали. Это позиция легитимного органа Верховного Совета Автономной Республики Крым, который в этот сложный момент взял на себя ответственность. И мы приняли решение. А вы теперь принимайте, приняли решение о проведении. У нас же сроки по референдуму сокращены. Поэтому куда ездить было, надо было срочно было решать. А сроки, это люди нас, люди настоятельно. С кем мы общаемся, мы собираем тут полные залы. Они говорят, что вы тянете, сколько можно нас мучить. Почему сначала 25 мая, потом, когда мы сказали, ну вот мы наконец выбрали 30-й. Я говорю, давайте, что за проблема, провести референдум, только правильно поставить вопросы, чтобы мы выбрали наконец то, что мы хотим. Они вот такие вопросы, с которых непонятно потом, как выбираться. И каждый будет потом трактовать их так, как он хочет. Мы работаем междунационально, со всеми национальными общинами Крыма. У нас диалог, ситуация, безусловно, непростая. Она в стране непростая. А посмотрите, что делается на Юго-Востоке. Просто полыхает весь регион. Попытки то одного штурма администрации, то другого. Поэтому мы работаем в диалоге и убеждаем их в своей состоятельности именно в решении этого вопроса. Но им также ничего хорошего не светит и с той властью. Совершенно ничего. Это они показали, потому что это нацисты. Оргкомитет уже работает организационно. Вчера уже работал. Мы работаем полным ходом. Уже штаб создан, развернуты. У нас структуры готовы. Все администрации на местах, председатели советов, общественные деятели. Все вовлечены в этот процесс. Этот процесс вообще крымский, поэтому он будет идти легко. Никаких организационных проблем мы здесь не видим. Это уже окончательное число 16? Да, окончательное. Сколько вы предполагаете проголосовать за вхождение Крыма? Да я не предполагаю. Это люди... Мы делали исследование более 75%. Мы на это опираемся. С кем не придешь на встречу, все говорят одно. Почему они видят Россию? Потому что там сильное руководство. И там есть гарантия защиты и какой-то стабильности. Люди не просят каких-то золотых гор крымчан. Сегодня никто об этом не говорит. Сохраните то, что у нас есть. Дайте нам спокойно жить, спокойно ходить на работу, детей водить в школы. Так сказать, и это... Сегодня люди видят только в России защиту. И я хочу сказать только благодаря деятельности сенаторов, Совета Федерации, депутатов Государственной Думы. Вот о ситуации, тот конфликт, который мог здесь разгореться в автономии. Удалось вовремя потушить, потому что они все это время были с нами. А какие вот это на это реагируют? Как вы считаете? Я же сказал, как, если могу сказать, как очень здорово, будет хлопать ладоши и радоваться. Конечно, они сделали все, они нас выталкивают из страны. Они все делают для того, чтобы мы не были членом этого общества, которое они хотят создать. А его нельзя быть членом этого общества. Нормальный человек быть с ними заодно не может. Мы любим украинский народ, мы считаем братским народом, мы считаем себя частью. Мы сегодня захвачены этой узкой группой. Что делать? Как выходить? Ну, как спасаться?